Дарья Добро Мы с ребятами так-то помогаем, работаем с революционным центром восхождения, помогаем детям с ограниченными возможностями, но в этот раз мы решили с ребятами помочь животным. Меня очень удивило, когда администрация реабилитационного центра откликнулась Эльвира, давай мы тоже наших деток как-то привлечем, мы тоже хотим поучаствовать в этой акции. Акция получила название «Поделись добром». Придумали его сами ребята-волонтеры. Дети из реабилитационного центра в силу объективных причин физически посетить приют «Подарок судьбы» не смогли. Зато через добровольцев передали подарки, сделанные своими руками. Специальные коврики для кошек и собак. Они шили с каким-то добротой в душе. Они шили, зная, что будут на них спать собачки. У них в глазах была такая радость. Я рада, что я там был. Я приехала сюда, чтобы помочь этим животным. И я сюда привезла разные горы, постелки, чтобы животным было тепло. И мне здесь очень нравится, и мне животных этих очень жалко. Я была здесь и взяла отсюда себе собаку. Собаку зовут Були, я ее очень люблю. И ее взяли мы год назад. Животные намного преданнее, чем люди. И они гораздо больше могут тебя понимать. Я покормила собачек. Мне очень нравятся собаки и кошки. Я их очень люблю. Нравится им помогать. Я погладила несколько собачек. Мне они очень нравятся. Они такие милые. Несмотря на то, что некоторые прыгают и могут испачкать, но они все равно очень хорошие. Подарок судьбы, он же приют, он же общественная организация по защите животных существует в Ульяновске с 2015 года. В доме для животных своих хозяев ждут 70 собак и около 40 кошек. Живут братья наши меньшие исключительно на пожертвования спонсоров. А ухаживают за обитателями приюта молодые и взрослые волонтеры. В прошлом году мы организовали кота-кафе «Теплый кот». То есть на базе питомника. Здесь мы открыли его по адресу улицы Радищева, дом 86. В этом кота-кафе живут животные с нашего приюта. И они все там находятся. И также они оттуда ищут своих хозяев. Перед тем, как животные должны попасть в это кота-кафе, происходит определенный отбор. То есть, естественно, это осмотр ветеринаром, прививание и полностью обследование кошки, кота на предмет всех заболеваний. Ветеринар – частый гость и в самом приюте, который, кстати, находится на улице Азовской. В основном все питомцы кастрированы или стерилизованы. Каждые субботы и воскресенье в приюте проходят Дни открытых дверей, где любой желающий может поближе пообщаться с любым из животных. Все обитатели приюта приветливы и дружелюбны. Заходы дают себя погладить и покормить. Подробную информацию о подарке судьбы можно найти в группах социальных сетей, а также по телефону 8 905 349 35 11. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.